Гошелар Привет! Как дела? Нормально Как у вас дела? Как вы? Нормально Там снег идет, говорят, да, в Тбилиси? Да, знаете, какой снег? У нас тоже холодно Снег нету? Нет, снега нету Но холодно Как вы там? Нормально, держимся Кстати, я говорила С Найбаханом С актрисой Почему мне не сказал он? Про вас обиделась С актрисой нашей, Найбахана Да, да, да Я с ней вместе Полетел, но что я должен Можем ей сказать? Да, говорит, я не знала, что он с вами встречается А то я бы пошла тоже Ну, я же не знал, что она вас знает Вы мне после этого сказали Помните? Да, да Вы на вашей встрече мне сказали, что вы ее знаете Помните? Да, 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 помню Вот так Когда она говорит, я еще приеду и обязательно увидимся Да, 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 она часто Она часто Да, очень вас уважают Я тоже очень уважаю Спасибо И все передают привет Привет, привет всем Мы тоже передаем привет всем Привет из Баку Прямо в Грузию Кстати Привет из Тбилиси Как там в Тбилиси? Прямо Держится? Конечно Конечно Там много приезжих с России Очень 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 много Говорят, в Тбилиси сейчас снимают квартиры все русские граждане Российские И украинцы тоже Украинцы Да, очень много И в Батуми, и в Тбилиси, да? И в Тбилиси, и в Батуми, и в Руставе, и в Марнюле, везде Спрашивают, как вы их принимаете Они же не принимают Просто люди полетели самолетом Что, как их обратно отправить Кстати, я рассказал людям о том, что в Тбилиси произошло Недавно был кадр Значит, российские граждане едут в Тбилиси В аэропорт Руставели Их встречает грузинская молодежь Которая говорит, что вернется обратно домой в Россию Мы вас не хотим, вы оккупанты Был такой кадр у меня Может быть, такой, что я не видела, если честно Есть у меня кадр Я отправлю тебе Да, да, да Да, да, да Да, значит, они их встречают, но культурно Но культурно встречают прямо в аэропорту И говорят Едьте обратно к себе в Россию Мы вас не хотим здесь, в Грузии Вот Да, знаете, что Я тоже считаю Россию оккупантом В моей стране Конечно Но у меня нету вражды перед российскому народу Все же не виноваты в этом, что у него такой президент Они, знаете, что я думаю, что в чем они виноваты? Они молчат и потому виноваты Весь народ должен выйти, я так думаю Но они выйдут, знаешь, когда? Они выйдут, когда закончится хлеб, мука, песок Через месяцев два Да Они выйдут Но столько народ пострадает из-за их молчания, они об этом не думают Я думаю, что сейчас в данный момент молчания это тоже ЗНАК САГЛАССИЯ ЗНАК САГЛАССИЯ Ещё тут спрашивают у меня Это у вас спрашивают Я вам задам вопрос Говорят, а как там в Тибилиси, если украинцы встречаются на улице с русскими Что там происходит вообще? Нет, между ними не было ни такой что-то, что-нибудь А то я знала бы насчёт этого И мы все знали бы насчёт этого Не было такое ничего Всё нормально пока, да? Да, да, всё нормально Только грузины, знаете, как различают их? У кого в магазине не работает виза-карта, значит с Россией У кого работает, значит с Россией Хорошо продумано Ещё такой вопрос Вот смотрите, спрашивает Один наш зритель спрашивает Рикко После Украины говорят, что Путин переходит в Грузию Как вы думаете? В Грузии есть вообще такие вот вести? Сейчас тоже с какой-то информацией говорят Что у нас же есть лаборатория Насчёт Пять лабораторий, по-моему В Грузии пять лабораторий таких, да? В Украине было девять У вас пять таких лабораторий Да Насчёт этого было, типа Хотели На этих лабораторий Но Я не думаю Знаете, потому что Я думаю, что Нет у него такого выбора Чтобы Сейчас В Грузии что-то Сделать Я так думаю Потому что Куда ему идти потом? Ещё в Грузии есть Авиационная база НАТО Турецкая база Знаете, что Если на это будет нападать Уже НАТО автоматически будет Получаться, нет? В этом всего И Турция этого не допустит Я не думаю, что он нападёт На турецкую авиабазу Конечно Напасть на Турцию Это погибель Когда Турция заходила в НАТО Почему тогда не появилось у него Такие претензии Как с Украиной, например И не может появиться И не может появиться Но про лаборатории Которые находятся В Украине В Грузии И в Казахстане Этот Извиняюсь за выражение Семенея Соловьёв В своей программе говорил Говорит, что Девять таких лабораторий Находятся В Украине Пять таких лабораторий Находятся в Грузии Ещё в Казахстане Будем иметь в виду Вот так и сказал он В своей передаче Иметь в виду Ну да Пусть иметь в виду Что из этого? Да, да, да Вот тут говорят После Не знаю Какие-то Неадекватные После Грузии Азербайджан Азербайджан Вообще Причём Вы что? Уже Азербайджанский флаг Пусть Ваши зрители Тоже знают Азербайджанский флаг Уже не стоит Как раньше Один флаг Тут же два флага Азербайджанский флаг И турецкий флаг Стоит рядом Вот так Да Пусть Знают Да Те, которые Хотят Иметь дело С Азербайджаном Он армянист Абкази А Понятно Понятно Пусть Те люди Которые Думают Что Россия Хочет Какого-то Конфликта С Азербайджаном Пусть Подумают Сразу О 90 Миллионном Турции Хорошо Это вторая Армия В НАТО Кстати Пусть Подумают Турция Турция Очень помогает Украине Украине Там Россия Тоже Начала Бояться Байрахтаров Эти Байрахтары Еще Вот Такой Вопрос Вам задают Нитя А Вот Передали Информацию Чтобы Русские Были Уже В Лугаре И Там Проверили Все Никакой Там Лаборатории Нет 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 Никакой Саши Шребера Говорили Опасности Нет Опасности Нет Отлично Задает Такой Вопрос Нитя Он Кстати Тоже Вопрос Такой Что Вы думаете Насчет Михаила Сакешвили Будет ли Хорошая Новость О нем Вот Такой Вопрос Ну Миша Сакешвили Говорит Отпустите Меня Там В Киеве Когда Там Война Закончится Я Сама Приду Обратно Ну Не знаю Что Будет Как Будет Его Вообще Могут Освобождать Баданут Амуна В данный Момент Я Не думаю Я Не думаю Нижас Цалобештин Интересно Что думает В Грузии Насчет Карабаха Давайте Узнаем Что Вы Думаете Насчет Карабаха Карабах Это Азербайджан Как Что Я Думаю Сколько раз В Карабахе Кстати Один раз Шуша Была Один раз Я сейчас Хотела Еще Еще Но Там В Хангенди Даже Какой-то Такой-то Такой-то Такой Что-то И Немножко Сейчас уже Сейчас Таней Момент Уже Надеюсь Что В близком Времене Буду Там Тоже Все Будет Нормально Не Беспокойтесь Я Лично Вас Туда Отведу Кстати Как Там Наша Кофейня В Тибилиси А Нормально Нормально Ходите Тут Мордина Швили Мордина Швили Я Не Была Там 111 Омикрон Был Я Дома Была Потом А Даже Так 111 111 107 111 111 Пишут Тут Говорят Что Вот Люди Знают О вас Как Во время Войны В Карабахе Вы нам Помогали Везде Вот Тут Пишут Кстати Да Ну Помогали Это громко Сказано Но Я говорю Правду Я не думаю Я не думаю Да Ну Не знаю Деярли 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 Я рада Сейчас я скажу Им Анашев Сири Деярли Мы Тамна хан Тиффлеста Горючдюк Тамна ханам Гелэндэ Биринци Псу хитият Гелири Деярм Тамна ханам Нолг Ниа хитият Гелирисис Деярли Мен Ирмэн 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 Угроз Йазыл Я про угрозы армян, которые тебе писали. Помнишь, ты мне рассказывал о том, когда мы сидели? Это не сейчас, конечно. Каждый раз, когда я закрываю эфир, в личке пишут. Каждый раз. Кстати, в последнее время стало как-то адекватно относиться к вопросам. Это не из-за угроз? Вот Майко говорит, что грузины справедливый народ, и Карабах это Азербайджан. Это только лишь правда. Спасибо, Майко. Да, да. Мы за правду. За правду, конечно. Человек пишет. За грузинами я работал в России. Очень добрый народ. Вот так пишут. Спасибо, спасибо. Кстати, я всегда говорю, что... Ну, тут пишут мне, что тому на ты армян ненавидишь. У меня ненависти нету к армянам. Ребята, я до ТикТока вообще азербайджанцев не знала. Вообще не знала. И я не знала, что до того, как... Ну, я видела, что очень нас уважают. Там в ТикТоке узнала, в соцсетях узнала. Но когда я сама была уже в Азербайджане, я не знаю, да, такой... Прямо когда узнавали, что я грузинка, я из Грузии. Не знали, как нам приятно делать, как нам угостить. Все дарили в магазине. Ну, простой магазин какой-то, да. И когда этот человек узнал, что я грузинка, он взял... Не знаю, да, там не имеет значения, что он смог, все подарил. И очень большое спасибо азербайджанскому народу. Я это никогда не забуду. Да, да, да. Кстати, меня так называют. Зелинский называют, кстати. Да? Да, меня поймают, когда я буду лететь в Россию. Скажут, вы Зелинский, скорее всего. Кстати, недавно вот информация у меня была, да. Шесть с половиной миллионов украинцев уже стали беженцами. Уже столько? Да. Шесть с половиной миллионов беженцев. Официально. Только что вот цифра пришла. Ужас. Когда вы, как думаете, когда это закончится? Я думаю, что украинцы не сдадутся, потому что там не сдадутся. Украина уже выиграла эту войну. Да. И психологическом плане. Ну, я одно не понимаю. Ну, мы понимаем, что сейчас Путин уже идет на вабанк. Мы это все понимаем. Да, да, да. И я тоже могу сказать, что он своего народа поставил на этот вабанк. Но то, что Украину не мог взять за три дня, это уже означает, что он проиграл. Сейчас, в данный момент, так объединилась вся Украина, народ сам, что мне очень просто лишь интересно. Если он будет там, не дай бог, но если будет взять там какие-то города, народом что будет делать? Народ не признает ее никогда. Это же, как можно считать, что он что-то победил после этого? Ну, мне тоже интересно. Вот как он хочет там обосноваться, в этих городах, которые будут оккупировать, да? Там же все жители украинцы, даже если, скажем, русские, да? Они же не любят русских оккупантов, русских солдат, правильно? Как они там будут вообще жить? Да. Мне тоже интересно. Кстати, тут пишут. Аналогично. Когда мы бывали в Грузии, они как услышали, что мы с Баку очень хорошо относились. Не сдавайся, а Украина, пишут люди. Нет, нет, я, знаете, как горжусь украинскому народу. Молодцы они. Слава Украине, слава героям. Да. Кстати, вы, скажите, помните, недавно были кадры из оккупированного Южной Осетии российскими войсками, как они оттуда свои войска вывели на Украину, помните? Да, видела. Да, видела. Прямо в Цехинвале они, где находились, оттуда пол, почти что половина всех этих войск уехали в Украину. Воевать просто. Уже сил уже не хватает просто. С Ханкеди вывели, я так знаю. Да, 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 да. С Абхазии вывели, с Цехинвале вывели. Это что означает, ребята? Это значит, там ситуация очень тяжелая. И еще наемников он зовет там, хочет уже с других сторон. Пусть зовет. Пусть зовет. А Лавров, вы увидели этот видео? Лавров нашел союзников. Серьезно? Да, он нашел. У меня есть на странице, потом посмотрите. Хорошо, хорошо. Обязательно. Героинство. Кстати, я вижу, что там в Украине грузины очень помогают, очень украинскому народу помогают, помогают грузины. И азербайджанцы вообще продукты там бесплатно отдают всем. И надо делать доброе дело. Не надо тут сидеть и говорить, что там вредные вещи писать тут Россия. Россия не победила, уже проиграла, ребята. Уже спросил. Иногда люди задаются вопросом. Люди задаются вопросом. Вот то, что Россия воевала, скажем, с Грузией. Пседневная война была, помню, в 2008 году. То, что с Арменией вместе оккупировали азербайджанские земли. Это все можно понять. Как-то можно понять. Как-то можно. Но то, что россияне сейчас бьют, убивают своих же братьев-славянов, это я в шоке, я скажу вам честно. Этого я не могу понять. Как это можно? Вот как будто мы и турки воюем между собой. Мегрелы и грузины воюют между собой. Можете себе представить такое? Нет. Такое невозможно. Такое невозможно. Такое только может делать Путин. Российская империя. Вообще в России какой век? Я, когда заходят россияне, русские народы в моем стриме, я их задаю, какой век там? Не правда интересно? Северная Корея. Вы можете представить, Бадана Томмуна, они знак Макдонуса перевернули на 90 градусов и сделали дядю Ваню. Да, я другой потом видела. Да? А вместо Инстаграма у них там... Именник, вот так. А вместо Инстаграма у них какой-то Интаграм. Ну, они... Главное, что они довольны. Эти некоторые. Они говорят, хорошо, лучше будем кушать хлеб и картошку. Картошку, самое главное. Не забудьте пожелать, картошку. Да. Но они, типа, счастливые. А там люди живут, там с Грузией много живут. Один доллар не могут покупать. Один доллар. Чтобы что-то купить, велеть из куда-то, покинуть страну, не могут доллар покупать. Сейчас только что вот написали в моем стриме, да? Элнур пишет, что российские войска, которые находятся в Армении, в городе Гюмри, отправились тоже в Украину. Да? Да. Значит, сил там уже не хватает. Да. Байрактар хорошо работает. Байрактар и хорошо работают. Славно работает, славно работает. Ай, как хорошо работает. Ну, зачем? Белерям, белерям, гадыш. Да, скажите. Зачем? Зачем? Ну, вот я... Вот я одно знаю, что я одно думаю, что толка Путина может остановить народ. А народ сам боятся. Говорят, там этого арестовали, этого арестовали. Я говорю, слушай, если миллион человек видит, два миллиона, сколько их там? Он убежит оттуда. Невозможно такого. Невозможно. В Беларуси у меня была женщина, она плакала, она говорит, что мы тут рабы. У нас нету свободы слов. Мы не можем выйти. Я сейчас, когда вышла с вами в стриме, я даже жду, что завтра кто-то придет ко мне и арестует меня. Из-за того, что я с вами говорила насчет наших проблем. Вы представляете, какая там ситуация? Ну, тот, не знаю, сколько, несколько лет тому назад, где вышли, да, народ вышло в Беларуси. И говорит, там девочек арестовали, только что выпустили. Только что два года или три года держали. Мать детей. И за то, что она вышла и свой протест сказала там. Ну, в России сейчас тоже так. Им 15 лет дают уже. За то, что только за высказывания, которые считаются нецензурными, если российские войска они назовут оккупантами. 15 лет дают. А эта журналистка, и у вас есть информация, которая вышла говорить, что тут вас обманывают? Да, да, да. Марина Овсянникова. Марина Овсянникова. Она сейчас, по-моему, уже политическое убежище начала просить. Она хочет уехать из России. Да. Я видела, что... Да, да, да. Что оказывается? Оказывается, отец украинец, а мать русская. Угу. Там сколько таких? Много. Там очень много таких. Да. Они очень смешанные. Один народ, да. Два государства, один народ. Для меня они так были всегда. Ну, видите, как они украинцы будут. Как они детей убивают. Да. Роддом, как бомбят, слушай. Я просто не знаю, да. От этого греха. Как может вообще спать? Помните 2008 год Грузии? Да. Помните? Те бомбы, которые летели в сторону грузинских городов, горе. Помните? Да. То же самое. Кстати, в этот день Тбилиси тоже хотели бомбить, но все президенты, которые поддерживали Грузию, стояли на площади, да, тут в Грузии. В Тбилиси. Все президенты, по-моему, 7 президентов был, да? Я точно не помню, сколько президентов был. И президент Азербайджана тоже там был. Я это знаю. Рядом с грузинами. Около Тбилиси есть военная база грузинская. Начинается на букву В. Я не назову это имени. Очень такая большая военная грузинская база. Они хотели даже ту базу бомбить. Я помню. Я был в то время там. Кстати, мне пишут вот люди. У меня есть телеграм-канал. Я там выложил фотку. 109 колясок. Прямо в центре Львова поставили украинцы. Это 109 колясок тех детей, погибших детей от рук Путина. Вы можете себе представить? Ужас, ужас. А ваше объяснение, интересно, если честно, почему Россия не забирает своих трупов? Недавно у меня был кадр. Я тоже выложил в Телеграме. Меня отправили прямо из Сургута. Это северный российский город в Сибири находится. Правильно? Они там копают большие ямы. Большие ямы. Для солдат, которых погибли в Украине. Можете себе представить? Их тела даже не возвращают своим родным. Путь им все скрывает. Все от русского народа. Если адекватный русский человек, скажем, будет в нашем стриме, он все может подтвердить. Просто таких, увы, людей уже нету в России. Почему скрывает? Почему Путин скрывает своих солдат, которые умирают в Украине? Вы имеете в виду, да? Да. Ну, а когда, если он, если не будет скрывать, как же миф, миф русского солдата, непобедимой армии России, как же такой миф будет? Это же нужно сохранить у людей в голове, то, что наша армия непобедима. Вот. Да. У них еще есть почерк, знаете, какой? Они сами в Грузии в то время, в Абхазии, говорили, что они перекрасили самолет, перекрасили, и сами бобят свой народ. Вы такое представляете? Так, и они начинали войну там, в Цхинвале. А, кстати, эту войну, кто начинал, этот, мы выиграли суд насчет этого, кто начинал войну. И два дня тому назад у меня армянка была в эфире, она мне говорит, в Гянджи, они сами стреляли. Да. Одной тоже, один и тоже почерк. Вы думаете, Гянджи наши разбомбили армяне? Так думаете? Да. Вы думаете, армяне такой древний народ, древнее всех народов армяне могут управлять ракетами, стингерами, искандерами? Я так не думаю. Они же деревни, народ. Это же народ ковчег. Они не занимаются ракетами. Конечно. Гянджи, Берду, все наши города. Да, Гянджи я сама видела, что там было. И в Абхазии, что творили тоже. То же самое. В Финвале, что творили. А сейчас, в данный момент, что происходит в Украине. Насчет этого тоже говорят. Там война не идет. Там спецоперация. Спецоперация идет, да. Спецоперация по убиванию детей, да, идет, да? Чистка от народа украинского, украинской земли, да? А не, Путин помогает украинцам. Помогает. Не забывайте это, что он помогает. Он ничего не рушит. Он великий. Ой, Боже мой. Ой, Боже мой. Почему такие зомбированные? Они, я это не понимаю. То же самое, как армяне. Комаров, Дмитрий Комаров. У него канал есть, всемирно известный. Украинец. Мир наизнанку. Очень известный блогер. Там у него 18 миллионов в канале, да? Показывает кадры из Киева. И плачет. Просто плачет. Говорит, вот мой Киев. Вот мой Абалон. И вот российские оккупанты. Вот ракеты. Всем показывает. Ну, как можно это скрывать? Просто, понимаете, это невозможно скрывать то, что было. Я извиняюсь. А почему ты такая антиармянка? Я не анти. У меня нету такое, что вы так думаете. У меня очень часто подключается Владимир с Арменией. Он, знаете, вообще другой человек. Вообще по-другому думает. Он один человек. Не нужно с ним пообщаться. Война. Знаете, какой он... Я выставила в Ютубе. Как он разговаривает. Как он думает вообще. Тут на грузинском что написано? Простите для нас, пожалуйста. Эрти Лила. Ну, экран неправильно показывает. Мне как держать? Вот так держать? Не знаю. Но тут на грузинском, правильно? Да, да. Эрти Лила, по-моему. Да. Тут стихи на грузинском, кстати. А. Да. Это вам подарили? Да, да. В Тибелисе подарили. На грузинском. Это стихи Лила. Стихи Лила, да. Да. Потому что я могу читать, но очень медленно читаю. Поэтому... Вы знаете по-грузински читать? Никому не говорите, да, знаю. Хорошо. Просто я никому не скажу. Просто 158 человек сидит. И 207 человек у меня. Все услышали. Ну, хорошо. Не будем об этом говорить. Да, читаю хорошо, понимаю всё. Всё понимаю. Вот этот Владимир, правда, когда он будет ко мне в стриме, я отправлю обязательно... Из Еревана он? Он из Еревана? Из Еревана, да. Он очень... Респект такому человеку. Да, да. Респект такому человеку. Да. Я сейчас не буду её слова тут говорить, но если у вас время когда-то будет, зайдите в моём... в Ютубе, там есть. И я очень хочу, чтобы у нас вместе был стрим. Ты мне напишешь заранее, без проблем сделаем. Угу. Спрашивает тут Тамна, вот говорят, что американцев почему не закрывать воздушное пространство Украины? Как вы думаете? Этот вопрос у меня тоже есть. Если все закроют, это же самая большая атака идёт на Украине с неба. Да. Я тоже хочу, чтобы все закрыли вообще. Но не знаю, почему не закрывают. Это будет частичное объявление о войне Российской Федерации. Тогда он начнёт, наверное, уже этот... Третья мировая война начнётся. Ну да. Если закроют воздушное пространство Украины, если там хоть один самолёт Российской Федерации появится, НАТО должно будет сбивать этот самолёт. Это уже война третья мировая. Да. Поэтому не хотят. Поэтому боятся. Плюс ещё... Начали уже угрожать. Мужики... Начали угрожать. Мужики, забирайтесь вместе. В Майдане я приду одна. Вместе. Спасибо вам за прекрасный, интересный вечер. Это вам пишут, кстати. Спасибо вам тоже. Данечка пишет. Америка боится России. Вы как думаете там... Америка боится России? Никак. Никак не боится. Просто Америке не нужна Россия. Вы можете назвать хоть одного республика или страну, который захватил Америка. Хотел захватить. Не нужно, ему и своё хватает. Правильно. Плюс... То, что Россия... Я знаю, что я думаю. Россия, если хочет вообще, чтобы все её соседи хотели, чтобы сотрудничать с Россией, он должен изначало продвигаться, там всё делать, чтобы... Не знаю, да, просветел, расцветел, да, этот Россия. Мы сами захочем там. Не так с силой. Ещё плюс вот к этому. Америка вот с этими санкциями, с этой войной в Украине, по-моему, медленно начала уже разрушать Россию. Я так думаю. С санкциями? Это очень большие санкции. Очень большие. Я не знаю, почему... Почему сам россияне не могут, русский народ не могут это вообще всё понять. Не знаю, почему не понимают. Не знаю, почему не боятся. Не только то, что с Хавайи уже всё... В университете Хавайи сообщили, что русский просто лишь из-за того, что он или она русская, или русский. не будет там учиться. Не сможет просто лишь учиться. Это что значит? Весь народ, весь... Ну, не знаю, не знаю. Не знаю. Люди почему так не выходят, почему не молчат. А, кстати, я думаю, что эти санкции именно делают для людей. Именно для людей, чтобы вытащить людей из дома. Чтобы они восстали. Чтобы они восстали. Да, конечно. Но они не понимают зомби, да? А русскому человеку что нужно? Там она, как вы думаете? Водка. Всё. Всё. Я тоже самое сказал бы. Водка. Дайте им водку. И всё. Дело с кончем. Они, знаете, что говорят? У нас есть картошка. Всё. Нам этого хватит. Всё. Им больше ничего не нужно. А вам вино? Тут говорят. На вино тоже не откаживайтесь. Не. От вино никто не откажется. И от боржомы тоже никто не откажется. Дальше могу продолжать. Да. Не, не все такие, конечно. Они все есть нормальные. Их жизнь тоже прервотил Путин в ад. Нормальные. Вообще Алла Пугачёва покинула. Она в Израиль отдыхает, в Хайфе. Да, вообще покинула Россию. Правильно сделала? Да. А зачем ей? А зачем ей Россия? Россия. Прощай, немытая Россия. Страна рабов. Артём, вам далеко до России. Россия сейчас в данный момент живёт в 19 веке. В 19 веке. Опускаются. Потихоньку будет в 15 веке. Потихоньку. Поэтому Лермонтов писал сам эти стихи. Это же не я написал, правильно? Прощай. Прощай, немытая Россия. Страна рабов. Страна Господь. Это же он сам писал. Серьёзно я вам говорю? Да, они знают, что нужно писать. Это же все поэты того времени тоже видели этих синих мундиров русских, которые оккупировали весь Кавказ. Да. Вот пишут. В магазинах в России творится чудо. Люди покупают всё, что попало. Везде. Больше всего в России. Но тут тоже, которые зашли, они тоже начали всё покупать. Всё, что есть. Да? Да. В Грузии тоже нехватка муки, тоже нехватка сахара. Сахара, сахара. Сахара тоже? Нет, уже есть. Уже есть. Но люди, не знаю, там, почему в панике попали, потому что большинство сахар заходит в Грузию ни с России, ни с Украины, ни с... Вообще с другой стороны заходит. Откуда? Скажите, мы тоже будем покупать. У меня есть этот. Вам пошлю потом. Давайте. А в Азербайджане? Сейчас я вам скажу, какие отрасли пострадали. В основном, конечно, тоже. Те отрасли, которые у нас... В основном эти продукты из Украины и из России, которые нам привозили. Сейчас я вам скажу. Мука. Песок. Песок тоже? Песок, да. Не подорожало. У нас большинство с Бразилии. С Бразилии. С чем-то процентов. Плечо... Бумага подорожала. Тоже перевоз с России, конечно, из-за этого. У них же рубль упал. Из-за этого теннико поднялись. И привозу по-рублу. Рубль... Рубль... Стал рублики. Рублики стали, да. Как помните, были эти белорусские зайчики были. Раньше. То же самое. Рублики стали. Если мукой не будет тамуна, как вы будете хинькали готовить? Такой мука всегда будет в круте. Да. Это хорошо. Кстати, мне отправили новость о том, что в Батуми тоже русские начали снимать квартиры. Арендуют квартиры. Везде. В Марнеули тоже. Везде. В Руставе. В Кутаисе. Везде. Значит, они уже боятся находиться в России, да? Не хотят, да, в России уже. Там что происходит? Там что творится? Один мой зритель очень хороший очень хороший коммент написал. Вообще великолепный. Гурбанов пишет. Путин если знаешь Путина, это значит, ты знаешь всех русских. Написал он. Кстати, интересный подход человека. Просто лишь я не люблю про всю нацию говорить, потому что там тоже очень надеюсь, что бывают нормальные люди. Двое моих друзей. Шевченко, журналист, Ивар Вамов, Илья. Адекватные люди. Да. Тут говорят, а Путин разве русский? А, он тоже армянин? Сейчас. А, значит, армяне пишут, да? Не знаю. А то сейчас они скажут, он тоже армянин. Все же поэты, известные люди, все же армяне в мире, да? Кстати, что-то Руставили тоже армянин. Наш незаметный тоже армянин. Они же так говорят. О, что-то Руставили. Там говорят некоторые. Да, не помните, недавно, недавно была девушка из Армении в вашем стриме, мы даже выложили видео, она сказала, что аэропорт в Физуле построили мы, армяне. Помните? Я был в шоке просто. Они сейчас в новом стриме, новый этот, все, все она построила. Да? Да. Весь народ стремится в СССР. Сегодня в митинге кричали, пишут из России, кстати. Мечтают о Советском Союзе, кстати. Это не о счет счета Руставели, о счет Руставески говорят тут. Серьезно? Так и написали, да? Да, насчет счета Руставели. Сталин тоже армянит. Боже мой. Ну, Иосиф Писсарионович сразу понял, что это армянит. А, а тут пишут у меня, пирамиду тоже армяне построили. Они могут доказать, кстати. И докажут. Я вам скажу. Странно у него все. Да. Вот пройдет время, если Зеленский получит Нобелевскую премию, армяне скажут, что он тоже, он был армянином, кстати. Корни найдут. Найдут, найдут, найдут. Корни найдут. Откопают все равно. Тут пишут. У Путина фамилия вообще-то Кашмурханов. Потом Эннур пишет, наш друг. А вот унитаз говорит, это памятник, старинный памятник армян. И Ковчик, ну, я тоже, субханаллах, армянский. Я перебью, но я что видела, я кадры, когда видела там горы, что происходило в Цхинвале, там тоже какие-то солдаты собрали унитазы. Серьезно? А в Киеве тоже точно так же было. Солдаты откуда-то взяли. Не знаю, не знаю. Это вообще русский почерк, по-моему. Да, может быть. Кстати, хорошая подсказка для меня. Хорошая подсказка. Смеются наши. Видите, вот столько всего общего. Столько всего общего. Кстати, как там у вас ситуация? Недавно был разговор насчет Грузии в Европарламент, о том, что Грузия не подключилась к санкциям против России. Что из этого? Что вы думаете? Не знаю, грузиня отправили в Евросоюзе заявку. Нет, это понятно. Грузия после Украины, по-моему, подала заявку, да? Да, да. Просто к санкциям не подключились, как и мы, конечно. Да, но грузины сам народ делает им санкции. Не могу ответить. Понятно. Потому что мне это не нравится. Понятно. но я вам скажу, Грузия тоже помогает гуманитарной помощи Украине. Очень много гуманитарной помощи. Азербайджан, Азербайджан, Грузия помогает, кстати. Ваш министр там воюет, по-моему, да, бывший? Грузиня очень много там. министры. Это значимые министры. Очень много там грузиней доброволцами там пошли, воюют. Очень много. Пусть воюют. Нужно воевать. Азербайджанцы так пошли, да, доброволцы или нет? Много. Много азербайджанцев, которые там живут. Там жили примерно полмиллиона азербайджанцев. Из них примерно 150 тысяч это граждане Украины, республики Украины. Они и остаются, и боятся, и воюют. Даже вот у меня недавно был в телеграме кадр, как азербайджанец прямо вот взял в танк русской армии и стоит перед ним сфоткался спецназ из азербайджанских. Да, много таких кадров. Там живут наши и воюют там наши. Тут говорят испугались по дороге. А Артен или как-то я хочу тебе ответить то, что я не хотела эту информацию тут говорить, но со твоей стороны когда вышли некоторые как их назвать орли или как-то так называют сам себя орли армянские орли и обращались Путину чтобы идти и воевать в Украине и ждут разрешения. а это вам не стыдно? Ой-ой-ой как украинцы боятся как они дрожат эти орлы в кавычках армянские почему тут не воевали против нас сейчас хотят на другой земле воевать против вас со стороны азербайджана брусли ван там не знаю терминатор все воевали да они могут так некоторые даже даже в Карабахе там у нас вагнер тоже воевал против нас это русская группировка которые воюют везде там наемники кстати вагнер но у нас есть ты это лучше меня знаешь есть яшма 052 да у меня в стриме тоже были участники этого я про них ничего не говорил сама все знаешь один российский генерал Андрей Мартевичей погиб сегодня да много генералов у них уже погибло много кстати в России ходят слухи о том что в скором будущем Путин всю вину хочет свалить на Сергея Шойгу что свалить типа он ни при чем типа он типа армия не смогла достичь той цели которую поставил Путин а в этом виноват Сергей Шойгу он же тувинец вы знаете да его же этот убрали или как надо говорить сняли нет нет пока нет пока но должны убрать потому что идет к этому я услышала это что сняли кого-то который не мог приказ Путина исполнить многих сняли но Сергей он министр обороны но он тувинец да он турок он турок чистокровный турок человек из Тувы из Кызыла республика Тыва это та республика России которая там на русском языке говорят запрещено вообще нельзя говорить на русском тут мы потому говорим по-русски что я грузинка потом араз азербайджанец да мы можем друг с другом общаться по-русски потому что я пока не знаю так азербайджанский так что мы потому говорим по-русски это нормально пусть пишут Шойгу правильно поступил молодец разговор Путина и Шойгу все пишут я сегодня смотрел скрытое видео там просто вообще было ужасно все пишут да вот той цели которую они не смогли достигнуть должны свалить на Сергея Шойгу Рогозин Путин должны все свалить на Сергея Шойгу потому что дальше никак понимаете армия бездействует сейчас в Украине у них ничего не получается они не ожидали такого от украинского народа честно вам скажу молодец украин украинцам молодец ну Путин мог и сделал так что вес Украина объединилась вес Украина дай бог что эти санкции тоже объединят вес российский народ и не будут тут после этого они рабы потому что мне правда жалко ну я родилась в таком стране где можно выйти и сказать что хочешь свободно никто за это не арестует никто за это не убьет а для меня непонятно там когда заходят и говорят что вот мы так живем но это для нас нормально ужас для них это ненормально тут пишут начните в Абхазии говорят начните в Абхазии что начинать там кстати я хотела вам сказать что уже Россия говорит о том что не может так финансироваться Абхазию как раньше и Цхинвали тоже не может бюджет как они будут не знаю но что им финансировать Ливию Сирию Ирак Иран Северную Корею Армению Армению самое главное Армения Абхазию эти республики Южную Осетию еще в Молдавии у них есть там буферная зона везде есть Ну главное мне с всех маленьких там не знаю там давить не хочет что-то отобрать Сторти почему у него не получается почему этот вопрос у него в голове что поднять свою репутацию почему не делает Путин Путин вымит чтобы понять свою репутацию перед Турцией почему нет у него претензий да вот смотрите что пишут с Россией митинги в России идут народ уже понимает что ни к чему хорошим эта война не приведет уже митингуют конечно митингуют дай бог дай бог чтобы ее остановить вообще да пусть закрывается в бункере и сидит там даже не желая смерти пусть сидит там и не надо перекрыть этот бункер я вам скажу с Турцией шутки плохи они это знают хорошо они это осознали в Азербайджане осознали в Казахстане помните ОДКБ армия помощь армянские армянские военные на помощь казахскому народу а что случилось через неделю оттуда все а в Белоруссии тоже ОДКБ но они отказались воевать в Украине думаешь нет я думаю что сейчас в Украине воют белорусские военные я так думаю ну сам офицер говорят что сам офицер не хотят воевать не хотят это да но заставляют воевать это точно потому что Лукашенко это это ксерковия Россия Россию никто не может победить ух вам нужно один османский шапалах потом получить ой где и ой где османский шапалах а где наши еничари а где наши еничари русские солдаты дрожали перед ними ах где наши эти еничари с этим маршем сейчас я марш подключу они убегут всегда оттуда я армянам боюсь у них инфарк будет в вашем стриме поэтому не буду а у вас нету там армяне тут русские есть пишут Россия великая страна я дарю всех армян вас да которых вас там да спасибо спасибо не буду я вам не помешала нет наоборот все хорошо тихо спокойно в Баку летают самолеты наши F-16 турецкий азербайджанский самолет летает все нормально все хорошо помогаем украине гуманитарной помощью помогаем украинцам не оставляем кстати Азербайджан уже принял примерно 10 тысяч украинских беженцев это и граждане Украины азербайджанцы которые да и украинцы которые приехали к нам в Баку кстати в стриме в стриме у меня один азербайджанец зашел говорит что я могу принять какую-то семью с Украины и обеспечить все и он написал номер этому девушку и говорит так не знаю она понадобится ему этот помощь или нет но кому понадобится даст номер конечно да кстати как там была ситуация с выходом грузинских подданных из Украины у вас посольство все да 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 все это обеспечивает посольство через Польшу через Польшу да я так знаю что через Польшу идут да наши тоже через Польшу идут в основном через Польшу но были потоки через Молдавию и через Румунию тоже потому что заработан там было очень много тут писали что следующая Молдавия кстати силы не хватит сейчас что-нибудь сделать кстати я смотрел программу Соловьева последнюю там депутат российской гордумы Алексей Журавлев сказал такую фразу там он сказал что если мы не дойдем до границы Польши война не закончится да значит у них оккупировать всю Украину будете НАТО кормить ужас просто ужас сколько сколько время понадобится чтобы этот лет пять наверное освободить вот от этого зомства этих людей плюс еще ко всему Польша же это страна НАТО да тогда уже Турция вмешивается без НАТО обязательно потому что Турция не будет терпеть то что как российские корабли с черного моря бьют по Одессе не будут терпеть потому что вот тогда начнется третья мировая война вот я этого боюсь а мы находимся я вам скажу честно в зоне действий всех этих боевых этого нужно бояться если Путин никто не не допустим да я думаю что то что сейчас если народ видит если народ видит это все закончится очень скоро знаешь почему я боюсь там схожая ситуация была в 38 году в 1938 тоже самая ситуация Германия разлослась по всей Европе хотела у Чехии кулачок земли они отказывались им этот кулачок земли дать они напали взяли тот кулачок земли у Чехии потом уже начали все говорят сделаем санкции для Германии нацистской Германии сделали какие-то санкции того времени это не помогло век другой сейчас но тиран тот же самый тиран да но люди же не так думают как раньше думали более привыкли комфорта они не могут комфорта привыкли те люди которые живут на западе в Грузии в Азербайджане в Турции но русский человек так не думает я вам скажу смотрите все опросы российских каналов все опросы блогеров русских блогеров это тех блогеров которые объективно относятся к этой войне которые поддерживают Украину они же уже все не могут быть блогерами пока сам Россия не могут но у них у них эти видео которые были снять в российских городах опросы которые вели да вы просто посмотрите что думает русский человек кому бы не подходили с микрофоном говорят мы за Путина он все правильно делает там нацисты и бендеровцы были нужно убить единогласно все так и отзываются нужно поменять вот здесь все у них в голове да потому я говорю сколько лет надо чтобы их вере заставить адзомство да вот севернокорейцы когда их лидер плачет они плачут все если он смеется они тоже все смеются ты можешь себе представить такое то же самое в России сейчас они говорят там нацисты мы проводим там спецоперацию по освобождению Украины от кого от кого они освобождают Украину и это знаете про это правда думают правда так думают что сейчас Россия освобождает украинский народ освобождать помогает им убывает и помогает ракетами помогает да наверное они они наверное внутри этих ракет поставили медикаменты еду помогают просто там вас не жалко люди слушай если ты мне делаешь что-то плохое я не должна тебе ответить так же если я мудрый человек я тебе покажу что ты неправильно поступил да а не так как убывать 10 раз много детей чтобы не знаю оправдаться или что сделать я не знаю не понимаю ты меня заинтересовала с этим Владимиром я тебя очень прошу когда будет стрим с этим человеком с этим адекватным человеком из Еревана из бывшего Азербанта Еревана подключите меня в стрим тоже хорошо завтра можно я договорюсь заранее умрешить да хорошо хорошо давайте спасибо вам за эфир вам спасибо привет всем грузинам и грузии спасибо вам спасибо спокойной ночи спокойной ночи ну как ребята это